Всем привет! С вами Юджин из GraphiCorp в рамках проекта Photo Without Studio. Вы помните эту песню? На асфальте мелом Ты рисуешь лето Ласковое море Трогаешь ладонью Наверняка вы помните эту песню. Много кто не помнит солиста группы Иванушки Интернешнл Игоря Солина. Который, к сожалению, очень рано покинул этот мир. И его смерть остается неразгаданной тайной. По официальным данным, это было самоубийство. Но причин к самоубийству у него абсолютно не было. В крови не было ни алкоголя, ни наркотиков. Он даже оставил предсмертную записку. И в ней были написаны такие слова. Моим родным Маме Папе Сашеньке Все Но как поэзии венец На свет рождается птенец. Летите! И в память об этом замечательном человеке Наш сегодняшний урок фотошоп. По итогам этого урока Вы научитесь создавать такие текстовые портреты. Поехали! Итак, друзья, вот мы в фотошопе И у нас открыто наш портрет Игоря Сорина. Итак, первым делом нам нужно убрать замочек. Я уже его убрал. И пойти в свойства. Если у вас этого окна нет, мы заходим в окно и выбираем свойства. В свойства и нажимаем кнопку удалить фон. Ждем, пока программа тут подумает. Итак, фон удалил он нам в фотошоп. И смотрим. Теперь у нас есть маска слоя. И по этой маске нам теперь нужно подрихтовать чуть-чуть вот это удаление. Значит, белой кистью, белая, ставим белый, меняем на стрелочке здесь. Или кнопку клавишей X, горячей клавишей X. Мы меняем и ставим, выбираем инструмент кисть. И проводим здесь внизу. Таким образом восстанавливаем то, что программа нам удалила. Посчитала, что то фон и удалила. Итак, дальше. В самый низ мы добавим корректирующий слой цвет. Идем в слои. Тут есть такая иконка корректирующая к слою. И нажимаем цвет. Он у нас сейчас добавляется сверху. Выбираем черный цвет. ОК. И перетягиваем его вниз. На этом этапе нам нужно расширить вверх чуть-чуть наш холст. Идем в изображение. Размер холста. Вниз. Умножить на 1. Где же запятая? Ну, так нельзя, наверное, запятые ставить. А, нет, можно. А 1.5, потому что 2 это много. И то. 1.5 много. Но мы сейчас инструментом рамка чуть-чуть уменьшим. Ну, вот где-то так. Нам, в принципе, больше и не нужно. Итак, теперь со слоя заливка мы берем маску. Удалим. Удалить. Все. Теперь у нас есть фон, есть наша картинка. Добавляем в самый верх. Становимся на слой с нашим портретом. И нажимаем на корректирующий слой. Выбираем черно-белое. Есть. Здесь ничего корректировать не надо. Теперь мы приступим к этапу создания карты искривления. Становимся на слой с портретом. И идем в фильтр. Размытие. Размытие по гауссу. Тут нужно смотреть. Чем больше у вас портрет, разрешение, да, допустим, тем надо больше размытие ставить. Ну, чтобы эффект примерно был вот, ну, не знаю, вот таким вот. Два с половиной. Два и два вполне достаточно в нашем случае. В вашем надо смотреть по ситуации. Нажимаем ОК. И теперь сохраняем файл в формате PSD. И файл сохранить как. Называем его Map. Ну, это будет у нас карта искривления. Нажимаем Сохранить. Мы сохранили наш файл. Теперь нам нужно избавиться от эффекта размытия по гауссу, который мы сделали для этого портрета. Нажимаем Ctrl V. Просто возвращаем. Есть. И продолжаем работать над нашим портретом. Мы сохранили карту. Она нам пригодится. В самом верху теперь нужно создать новый слой. Назвать его текст. Вот так. И преобразовать его в смарт-объект. Правой кнопкой мыши по слою преобразовать в смарт-объект. Теперь мы должны зайти в этот смарт-объект. Нажимаем два раза по этому слою. Нажимаем ОК. И мы попадаем в этот смарт-объект. Здесь нам нужно нажать текст. И перетягиванием вот таким образом. Сейчас заполнить вот так. Примерно нету. Тут надо подкорректировать. И вот эту всю область заполнить текстом. Текст у меня уже заготовлен. Это у нас текст песни Тополины по Иванушке Интернешнл. И мы сейчас его будем использовать. Вот он у меня текст этот. В одну строчку он сделан. Это специально так сделано. Я его копирую. И возвращаюсь в Photoshop. Вставляю в наше поле. Вот он весь текст песни. На асфальте мелом ты рисуешь лето. Ласковое море. Трогаешь ладонью. И так далее. Весь текст. И тут внимание. Здесь нужно так поработать с текстом. Чтобы он у нас был. Во-первых, плотненько так стоял. Друг другу буквы и строчки. Ну, в общем, чтобы он был таким плотным текстом. Значит, мы уже видим. Давайте выделим его. Ctrl-A. Заходим в символ. В панельку символ. Если нет, то опять же окно и символ. И смотрим, какой у нас тут шрифт. Шрифт у нас Futuro Demi. Нормальный шрифт, на мой взгляд. Красивый. И мы его теперь делаем плотнее. Смотрите. Плотнее мы делаем буквы друг. Вернее, строки друг к другу. Вот так мы сделали, допустим. Окей. Теперь смотрите, что делаем. У нас заполнено всего половину. Мы просто этот весь текст еще раз копируем. И в конец, вот где любовь, Ctrl-V нажимаем и вставляем еще раз. Еще раз Ctrl-V. Таким образом мы заполнены все пространство. Смотрите, что дальше тут надо сделать. Сразу вам говорю. Вот. Тополиный пух, тополиный пух, тополиный пух. Да. Вот тут вот такие образовываются большие-большие пустоты. Давайте от них избавимся. Уберем здесь пробел. Уберем здесь пробел. Здесь пробел уберем. Здесь не будем, чтобы они были такие вот неравномерные. Эти пустоты. Тут убрать надо. Надо избавляться от этих пустот. Здесь можно перенести на эту строчку. И таким образом вот мы избавились от вот этих пустот. Тут еще надо поработать. Вот. Друзья, теперь вот у нас такой сплошной текст. Нажимаем ОК. Нажимаем вот эту стрелу, крестик на заказе. Открыть и сохранить изменения в документе. Да, сохранить. Вот он сохраняет. И мы возвращаемся на наш документ. Теперь мы дублируем слой текст. Ctrl J. Он у нас теперь текст копия называется. Становимся на слой текст. И идем. Так, сначала нам нужно выключить верхний текст копия. Становимся на текст. И идем в фильтр. Искажение. И смещение. Здесь масштаб по горизонтали и масштаб по вертикали. Смотрите, то же самое зависит от размера вашего холста. И вашей вообще картинки. Он может быть от 10 до 20. Ну, я ставлю 10, потому что картинка достаточно маленькая. Растянуть. Ставим схемы искривления. Растянуть. Здесь повторить граничные пикселы. И строить данные файлов Smart Abit. Нажимаем ОК. И мы попадаем туда, где мы сохраняли нашу карту искривлений. Наша карта искривлений называется Map. Выбираем ее. Нажимаем ОК. И текст приобрел форму лица. Дальше что мы делаем? Мы этот текст, можно вот тут стрелочку закрыть, эффект. Этот слой с текстом опускаем ниже нашего портрета. И теперь с зажатой клавишей Alt подводим между слоями с портретом и текстом и нажимаем. Мы сделали обтравочную маску для слоя текст из портрета. Теперь становимся на слой портрет. Выделяем его и с зажатыми клавишами Ctrl плюс Alt мы перетягиваем наш слой выше слоя черно-белое. Ок. Теперь из слоя черно-белое нужно сделать обтравочную маску с зажатой клавишей Alt подводим между этими слоями. Раз. И также не отпуская Alt подводим между портретом новым копией и черно-белое слоем. И нажимаем то же самое. И таким образом мы создали вот такой вот цветной текст как бы и это уже смотрится намного лучше. Дальше режим наложения вот этого слоя с портретом нужно поменять на цветность. И непрозрачность примерно. Ну смотрите конечно по своему усмотрению. Можно где-то, вот если его полностью убрать, он будет черно-белый. Если его поставить где-то на 60 как раз будет хорошо. Не такой яркий цвет будет. Добавляем новый корректирующий слой уровня. И сразу же делаем его обтравочной маской. И смотрите какой нам ползунок нужно поработать. С каким ползунком. С этим правым белым ползунком. Его нужно сдвинуть влево. Ну примерно где-то вот так. То есть мы увеличили такую яркость. Передали нашей картинке нашим буквам. Ну вот где-то до такого момента. Еще раз. 198 примерно. Если больше ставить, смотрите уже белые, слишком белые становятся. Ну мы где-то вот на 192, 190. Ну примерно такого. Смотрите на свое усмотрение опять же. Все зависит от того с каким вы портретом будете работать. Дальше мы становимся на слой с копией текста. Выделяем его. Включаем его. С зажатой клавишей Ctrl кликаем по маске слоя с портретом. Тем самым мы выделили наш как бы портрет, очертание этого портрета. И теперь опять же проверьте, чтобы вы стояли на слой с копией текста. И он был включен. Нажимаем на маску. Маска у нас должна быть инвертирована. Ctrl-I. Только стоять вы должны на маске. На этом слое и выделена должна быть не слой, а маска. Ctrl-I. Дальше мы добавим корректирующий слой градиент. Выберем градиент. Здесь или здесь можно нажать. В основном в папке основные есть градиент черно-белый. Вот его там мы и выбираем. Нажимаем ОК. Дальше стиль выбираем радиальный. И у нас нужно, чтобы было посередине белое, а не черное. Нажимаем инверсия. Масштаб в принципе можно с ним поработать, но в нашем случае не нужно. Нажимаем ОК и делаем обтравочную маску к слою текст копья. Зажатой клавишей Alt подводим между слоями. Нажимаем. И мы видим, что мы создали вот такой вот ореол из текста. Вот теперь-то можно и подкорректировать. Масштабчик можно чуть-чуть уменьшить. Где-то вот до такого момента. Или такого. Ну и в принципе все. Ну и непрозрачность, конечно же, нужно уменьшить до примерно 60, там 50. Вот в таком ключе. Можно добавить этому слою текст копия. Размытие. Разведем фильтр. Размытие. Размытие по гауссу. Ну и примерно 2 и 2. Можно чуть меньше поставить. Чтобы он как будто бы был сзади, да, и фокус все-таки оставался на лице. Теперь мы будем создавать кисть из букв. Идем в файл. Создать. Ставим 500 на 500. Ну, разрешение можно уменьшить на 150. Окей. И здесь мы сейчас будем писать буквы. Например, T. Окей. Ставим галочку. Берем инструмент перемещения и с зажатой клавишей Alt дублируем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. А теперь каждый из этих будем менять. Окей. Теперь давайте их красивенько как-нибудь раскидаем тут. Ну вот, не хватает тут одной буквы, наверное. Да. Вот, вроде бы урала весили. Все. Дальше. Нам нужно выделить все эти слои, кроме фона. И Ctrl-E объединить их воедино. Дальше мы идем, выбираем инструмент прямоугольная область. И вот этим прямоугольничком выделяем это все. Есть выделено, да? Теперь идем в редактирование. И выбираем такой пункт, называется «Определить кисть». Кисти ставим имя любое. Например, кисть буквы. Нажимаем «Ок». И все. У нас уже появилась кисть. И все. Мы можем закрывать вообще эту вкладку. Не сохраняем абсолютно. Она сейчас закроется. И мы появились опять в нашем документе. Теперь в самом верху становимся на самый верхний слой. Нажимаем на плюсик. Создаем новый слой. И приступим к настройке кисти. Заходим в панельку кисти. Нет, вот она. Панелька «Настройка кисти». И здесь форма отпечатка сначала. Заходим. Интервалы нужно увеличить. Ну, примерно на соточку. Я ставлю. 118, 111, без разницы. Чуть-чуть можно наклончик сделать. Дальше. Динамические формы. Ставим галочку. Нажимаем. Колебание размера. Ну, тоже примерно на 50 давайте. Поставим. Дальше. Колебание угла. То же самое. На 50 можно поставить. Отразить X колебания. Галочку ставим. И отразить Y колебания. Тоже галочку ставим. Дальше. Рассеивание. Тоже ставим галочку. Переходим сюда. Ставим галочку обе оси. И рассеивание ставим сколько. Ну, примерно на соточку, наверное, надо ставить, друзья. Вот примерно так. Окей. Сворачиваем. И приступаем. Чуть-чуть можно уменьшить. Это увеличить надо. Ну, вот до такого размера. И мы приступаем к рисованию. Но для начала нужно зажать Alt и выбрать образец с буковки. Вот, смотрите. Оп. И поехали. Раз. 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 Здесь можно другой образец взять. Раз. 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 Здесь берем опять такой светлый образец. И вот так, да? И теперь терочкой мы будем избавляться от лишнего. Ну, и напоследок, друзья, вот такой примерно результат должен получиться. И напоследок, что мы еще сделаем? Мы с вами пойдем в фильтр. Размытие. И можно поставить размытие в движении. И смотрите, вот такое вот. Как будто бы буквы эти у нас улетают. Ну, угол уже можете выбрать сами. Куда они должны улетать. Можно сильнее. Но нам так, чтобы они читались. Ну, семерочка может быть даже меньше. Пятерочка. Самый раз. Ну, или что? Непрозрачность, конечно, можно уменьшить. И вот таким образом, друзья, мы получили портрет. Что я хочу напоследок сказать. Друзья, если вы возьмете, здесь у меня использовался очень некачественный портрет Игоря Сорина. Потому что, ну, очень старый он. И новых портретов по всем известным причинам его уже не будет. Крупный, ты хороший. Если вы будете работать с крупным, хорошим портретом, вы, естественно, у вас будет результат намного лучше. И вы не вверх будете делать, а в стороны, скажем так, планшетный режим можно делать, такой портрет хороший. Но техника остается одной и той же. Ну, а на этом все. И мы увидимся.